Сегодня в программе мы будем присутствовать на Святой Месси в праздник Сретения Господня в Ватикане. Новые данные о количестве преследуемых христиан в мире были представлены в Риме. Мы посетим выставку современного искусства, проходящую в Ватикане. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Свет в базилике Святого Петра полностью гаснет два раза в год – во время пасхального на вечере и в праздник Сретения Господня, когда Вселенская Церковь празднует день, посвященный Богу жизни. По традиции в этот день процессия началась в Атриуме Базилики. Хор пел хвалу Богу, произнесенную Симеоном, когда тот увидел младенца Иисуса, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Как и каждый год, в этом году на это богослужение съехалось множество монашествующих со всего мира. А свет гасится как символ того, что монашествующие – это тоже свет для мира. Папа говорил прямо и открыто. В своей проповеди он сказал, что в религиозной жизни личные достижения не имеют значения, ровно как и их отсутствие, хотя по человеческому разумению это может привести к разочарованию. Он говорит, что важно только то, сколько места отведено Богу в душе человека. Искуситель, дьявол, сосредотачивается на нашем желании, на наших пустых руках, как бы говоря. За все эти годы ты не стал лучше. Ты не достиг того, чего мог бы. Они не позволили тебе сделать то, что ты хотел воплотить. Ты не всегда был верен. Ты не способен жить такой жизнью. Если мы к этому прислушиваемся, то рискуем потерять свою опору, дарованную любовь Бога. Папа Франциск сказал, что в религиозной жизни важны личные отношения с Божьей любовью. Это отношения, которые требуют осознания собственной слабости, чтобы быть способным принять Божье прощение и почувствовать себя любимым. Кажется, Иероним предложил Господу все свое имение, но Господь попросил его о большем. Тогда тот возопил, Господи, я отдал Тебе все, что у меня было, чего еще не хватает. И Господь ответил, Твои грехи, Твои желания. Отдай мне все, чего Ты желаешь. Когда мы не отводим взгляд от Бога, мы открываемся для Его прощения, который обновляет нас, и мы уверены в Его верности. Сегодня каждому из нас снова нужно сделать выбор, на кого мне обратить свой взгляд, на Господа или на себя. На празднике присутствовали представители различных религиозных конгрегаций. Доминиканец и францисканец отвечали за чтение. Бенедиктинец и Карамелитка принесли к алтарю дары. Папа Франциск был одет в облачения, принадлежавшие Павлу VI. Среди присутствовавших были префект и секретарь конгрегации религиозной жизни, бразилец Жуан Брас Диавис и испанец Хосе Родригес Карбальо. Первая встреча папы с новым президентом Аргентины Альберто Фернандесом проходила в теплой дружеской атмосфере. Встреча длилась 44 минуты. Во время приветствия папа Франциск пошутил с первой леди о ее работе с папским фондом Сколос, который помогает молодым людям. Президент подарил папе изделие ручной работы, сделанное людьми с ограниченными возможностями. Он также передал ему книги о кофейнях в Буэнос-Айресе и статую с изображением раба Мануэля, которому в 1630 году явилась богоматерь Лухана. Папа в свою очередь подарил гостям скульптуру с надписью «Будьте посланниками мира». Он также передал им основные официальные документы своего понтификата. Затем он подписал один из них. Позже папа Франциск зачитал молитву, написанную святым Томасом Мором, который молился о том, чтобы не потерять хорошее настроение. Это была их первая встреча, и она была очень символичной, поскольку папа Франциск – один из первых мировых лидеров, встретившихся с новым президентом Аргентины. С бывшим президентом Аргентины Кристиной Киршнер отношения были сердечными, но напряженными. С Маурисио Макри в принципе не было никаких признаков тепла. Время покажет, какие будут отношения с Альберто Фернандесом. Наследный принц Бахрейна Салман бин Хамад Аль-Халифа посетил папу Франциска Ватикания. Встреча была очень сердечной и продолжалась около 30 минут. Принц объяснил, что несмотря на мусульманское большинство Бахрейна, христиане рассматриваются не просто как гости, а как граждане. Принц подарил папе Франциску маленький сундук с геометрическими фигурами, символизирующими времена года. Папа подарил принцу медальон мира с гравировкой. Перед отъездом принц пригласил папу Франциска посетить его страну. В настоящее время в Бахрейне строится католический собор Богоматери Аравии. Его возводят на земле, подаренной королем. Ожидается, что строительство будет закончено в следующем году. Католики мечтают, чтобы папа осветил собор, как только он будет достроен. Папа встретился с участниками конференции «Богатство многих лет жизни». Собравшиеся анализируют проблемы старости и пастырского ухода за пожилыми людьми. Папа Франциск напомнил участникам конференции, что «Богатство старости – это драгоценные сокровища, которые формируются во время путешествия каждого человека через жизнь». Святейший Отец также сказал, что старение общества во многих странах должно стать призывом к серьезным размышлениям, чтобы научиться понимать и ценить пожилых людей. Если, с одной стороны, государствам необходимо столкнуться с новой демографической ситуацией на экономическом уровне, то, с другой стороны, гражданское общество нуждается в понимании ценностей и значения пожилых людей. Папа напомнил участникам, что жизнь – это подарок, а когда он длинный – это привилегия для человека и его окружения. Сегодня я хочу сказать вам, что пожилые люди также являются настоящим и будущим церкви. Да, они также являются будущим церкви, которая вместе с молодежью пророчествует и мечтает. Вот почему Святейший Отец попросил собравшихся не унывать, рассматривая проблемы стареющего населения. Он также подчеркнул важность диалога между пожилыми людьми и молодежью. Ватикан проведет три дня, изучая богатство старости. Это первая международная конференция, посвященная пастырскому уходу за пожилыми людьми. Она собрала около 500 экспертов из 60 стран. В своих речах папа много раз говорил о проблемах, с которыми сталкиваются пожилые люди в современном обществе. Пожилых людей на социальном уровне следует рассматривать не как бремя, а как то, чем они являются на самом деле, как ресурс и богатство. Это память народа, это видно по их волонтерской деятельности, когда они отдают свое время, чтобы жить измерением благодарности. Целью конференции является размышление о культурной жизни, заботе о пожилых людях, их роли в церкви и ответственности семей. Я думаю, что нужно помнить о двух фундаментальных измерениях. Для начала нужно оценить ситуацию, в которой живут пожилые люди, в том числе, что делать с теми, кто оказывается отброшен современным обществом и семьей. Однако нужно также помнить, что пожилые люди являются не только получателями заботы со стороны церкви, но и активными участниками этой заботы. Для нас это возможность узнать, что делают другие страны. В Бразилии есть свои программы, но мы не знаем, что другие страны делают для пожилых людей на церковном и пастырском уровнях. Конференция организована декастерия и по делам мирян семьи и жизни. Многие стараются увидеть Папу, когда приезжают в Рим. Для туристов он всего лишь знаменитость. А вот паломники нередко совершают такое долгое путешествие только для того, чтобы посетить общую аудиенцию преемника Святого Петра. Во-первых, это огромное благословение. От него исходит мир. Я чувствую большое спокойствие от того, что побывала сегодня в соборе Святого Петра. В прошлое воскресенье вместе с Папой молились англ Господень на площади. Однако это действительно прекрасный опыт увидеть его так близко. Лизия – врач из Испании. Виолетта – преподаватель из Перу. Для обоих слова Папы были призывом продолжать двигаться вперед. Речь Папы Франциска мотивировала Лизию продолжать ревностно лечить своих самых тяжелых пациентов. Виолетта почувствовала, что слово призывает ее не терять надежду перед детьми, которых она обучает и которым часто не хватает покоя в семье. Мы должны применять множество стратегий, потому что этим детям, даже больше, чем ученым-академикам, нужен тот, кто направит их на пути определения моральных ценностей. Я знала детей, которые, казалось, не способны были найти ориентир, но с помощью труда, времени и кропотливой работы мы этого добивались. Таким детям нужно много заботы. Им нужно много любви, потому что они практически заброшены. Никто не может забыть поездку Папы Франциска в Перу в январе 2018 года. Виолетта говорит, что этот визит помог им напомнить о важности формирования стабильных семей в обществе. На сегодняшний день в мире сохраняется 26 монархий. Япония – самая большая страна, которой управляет императорская семья. Ее население – более 125 миллионов человек. Самый маленький город – Ватикан с абсолютной выборной монархией и населением 800 граждан. Смотрите далее. В этом году селезианцы пригласили молодежь участвовать в генеральном капитуле конгрегации. Вы смотрите Ромрепортс для России. Преследование христиан в мире усилилось. Об этом свидетельствует последний отчет неправительственной организации «Открытые двери», которая ежегодно регистрирует подобные случаи во всем мире. По оценкам организации, каждый восьмой христианин подвергается гонениям. 310 миллионов христиан во всем мире страдают от различных форм преследования за веру. Сегодня в 73 странах христиане сталкиваются с такой формой преследования, которую мы определяем как высокую. С 2012 года Северная Корея прочно занимает первое место в ряду стран, дискриминирующих христиан. В этой стране просто нет религиозной свободы. Владение Библией здесь карается принудительным трудом или заключением в концентрационные лагеря. Буркина-Фасо впервые попала в этот список благодаря растущему уровню насилия в Сахеле, где в 2019 году более 250 мирных жителей были убиты в результате нападений, совершенных аль-Каидой. Многие теракты были совершены в храмах полных верующих. Такая форма крайнего преследования затрагивает христиан в 11 разных странах. Их страдания – это экуменизм крови, о котором часто говорит Папа Франциск. Чтобы правильно посчитать количество преследуемых, сначала необходимо определить, что значит быть преследуемым за веру. Наше определение основано на простом вопросе, а именно, является ли ваша идентификация со Христом причиной преследования. Главы этой неправительственной организации представили результаты исследования во время встречи в Итальянской палате депутатов. За ужасающей статистикой стоят реальные люди. Вот почему преподобный Муши приехал из Сирии, чтобы напомнить, что гонение христиан почти всегда является последствием военных действий. Он служит в городе Эль-Камышлы, который находится на турецкой границе. Многие жители-христиане пострадали здесь из-за своей веры. Самого священника похитили, чтобы судить за очень конкретное преступление. Я благодарю Бога, потому что они быстро освободили меня. Преступление, в котором меня обвиняли, заключалось в строительстве нового церковного здания без разрешения. Тем не менее, я решил остаться в Сирии, потому что Бог призвал меня жить здесь. Я могу четко говорить о преследовании христиан, потому что взрывы и конфликты имели место в районах с христианским большинством. Целями их были дома и магазины. Сирия продолжает оставаться одной из стран, откуда христиане постоянно уезжают из-за сильных преследований. Отчет организации «Открытые двери» содержит тревожную статистику. Так, в 2019 году 2983 христианина были убиты из-за своей веры. Это 8 человек в день. Кроме того, было совершено нападение на 9488 церквей, в среднем 26, каждые 24 часа. С 16 февраля по 4 апреля солезианцы со всего мира соберутся в Турине на 28-й генеральный капитул, самый многочисленный в истории Ордена. В нем примут участие 243 человека, в том числе монашествующие, с правом голоса и приглашенные гости. Цель состоит в том, чтобы вместе с молодежью поразмышлять над миссией конгрегации. Одной из новаций этого капитула будет присутствие 18 молодых людей из семи регионов общины. Генеральный настоятель выслал им официальное приглашение. Кроме того, монахи проанализировали роль солезианцев в современном мире, а также способы сотрудничества с мирянами. Они говорят, что надеются выслушать, распознать и интерпретировать современные проблемы. Они также хотят обратить более пристальное внимание на основные проблемы общества, особенно в зонах повышенного риска. В нашей конгрегации уделяется много места духовной решимости, которая не должна покидать нас в трудные моменты. Сегодня это сложная ситуация в Венесуэле. Раньше были трудности в Северолеоне, когда была эпидемия Эболы. Это также касается Либерии и Сирии. Во время войны в Сирии наши братья всегда говорили, мы не уйдем посреди войны. В настоящее время в мире 14614 солезианцев разбросаны по всем континентам. Из 136 странам конгрегация делится на 7 крупных регионов и насчитывает в общей сложности 90 провинций. В мае 2020 года исполнится 5 лет со дня публикации энциклики Папы Франциска Лаудату Си. На протяжении всего этого времени его предложения, высказанные в энцикликах, продолжают вдохновлять амбициозные инициативы по всему миру. Одной из таких является так называемый «Манифест Осизи». Инициатива стремится превратить экологический кризис в возможность построить экономику и общество в человеческом масштабе и обновить миссию Европейского Союза. Несколько итальянских организаций запустили этот проект. Его поддержали премьер-министр Италии и президент Европейского парламента. Италия может быть лидером в этой области на политическом, экономическом и социальном уровнях. Если усилия в этом направлении не будут глобальными, если нам не удастся убедить не только Италию и Европу, но и другие континенты, мы никогда не преодолеем эту проблему. В этот момент нас всех просит не только выбрать этот путь, но и придумать способы его проложить. И мы хотим продолжить его, поставив планету и человека в центр. Это правильное направление. Так называемые манифесты СИЗИ уже подписали более 2000 учреждений и лидеров итальянского сообщества. Одним из его основных промоутеров является Франческо Старачи, генеральный директор компании «Энел». Эта многонациональная энергетическая компания входит в число 100 крупнейших компаний мира. В интервью Франческо Старачи говорит, что его компания на протяжении многих лет делает ставку на экологическую экономику, основанную на возобновляемых источниках энергии. Когда мы смотрим на то, чего мы достигли за эти пять лет, удвоив капитализацию компании, расширив ее до непревзойденного в настоящее время глобального измерения, мы видим, что вступление в этот новый тип экономики с мужеством, решимостью и изначально немного сумасшествием, действительно очень логично и рационально. Вот почему я приглашаю всех последовать этому примеру. Манифест был представлен в монастыре Святого Франциска Васизи. Амбициозный проект объединяет политическую, деловую, культурную и технологическую сферы. Это намного больше, чем просто устранение вредных выбросов газа к 2050 году. Проект призван продемонстрировать величие человечества, как в свое время это сделали великие деятели итальянской культуры. Какая страна потребляет больше всего энергии? А. Соединенные Штаты Америки. Б. Россия. В. Китай. Правильный ответ В. Энергопотребление на душу населения в Китае составляет 3164 килограмма нефтяного эквивалента. Вы смотрите Ром Репортс РССИ. Если с вечера остались овощи, я добавляю мясо, сыр и другие овощи и тушу это вместе. Такая вот жаренка получается. У нас почти не остается еды. Мы стараемся готовить столько, сколько съедим. Но если осталось, мы отправляем ее в специальный контейнер для пищевых отходов. В Британии мы сортируем мусор. Еда идет в специальную корзину, и мы надеемся, что ей найдут хорошее применение. Десять лет назад мы просто выбрасывали еду. Но сейчас в Великобритании много законов на эту тему. Поэтому мы отдаем еду в переработку. Иногда я складываю остатки от овощей в компост. Вообще, мы стараемся не выбрасывать еду, а покупать столько, сколько нужно. У нас обычно мало отходов. Мы стараемся съедать все, что есть на столе. У нас нет отходов. Но если вдруг появляются, то все пригодится в нашем саду. Треть продуктов, произведенных по всему миру, отправляется в мусорное ведро. Однако не только еда тратится впустую, но и все процессы и ресурсы, которые идут на ее производство. Вот почему в 2016 году в Дании зародилось движение, слишком хорошее, чтобы выбрасывать. Активисты задались целью найти решение этой проблемы. Инициатива материализовалась в приложении для телефона, которое называется так же. Оно информирует пользователей о предприятиях общественного питания или магазинах, снижающих цены в конце дня. Например, эта пиццерия в Риме уже начала использовать данное приложение. Мы рады не выбрасывать еду. Мы все стараемся, чтобы этого не происходило. Мы и раньше находили другие способы не выбрасывать еду. Так что это приложение – просто еще один способ добиться нашей цели. Приложение простое в использовании. Оно предоставляет пользователям список близлежащих заведений, предлагающих эту услугу. Пользователь выбирает и оплачивает заказ и может забрать еду, установленное учреждением время. Я всегда считала, что на это нужно обращать внимание на любой работе. Например, когда я работала с детьми, я просила их съедать все, что на тарелке. Инициатива недавно завоевала награду. Приложение было признано обладающим самым высоким потенциалом развития. Это приложение доступно в 30 странах и может быть загружено на платформах Google и Apple. Тонкая грань, отделяющая медицину от игры в бога, всегда была поводом для обсуждений. Поэтому такая важная тема не прошла мимо большого экрана. Об этой дилемме рассказывается в фильме «Эфир». Лентой является последней работой польского режиссера Кшиштофа Занусси. Действие картины разворачивается в конце 19 века. Это своеобразная адаптация мифа, в котором Фауст продает свою душу дьяволу в обмен на мирские удовольствия. В этом же случае главный герой, доктор, продает свою душу в обмен на способность играть с жизнью и смертью, экспериментируя с эфиром. Вы видели, что может сделать наука? Мы в одном шаге от воскресения. Эфир – это фильм, заставляющий задуматься, допускающий различные толкования. Благодаря интеллекту и образованию режиссера, физико-теоретика, теолога и философа, фильм получился многогранным. Я всегда просто хочу поделиться своими мыслями и чувствами с аудиторией. А позже аудитория их интерпретирует. Я часто удивляюсь результату, потому что не понимая, что я действительно сделал то, о чем они говорят. Фильм затрагивает и еще один важный вопрос – оправдывают ли цели средства. Эта тема столь же спорная сейчас, как и в XIX веке. Премьера эфира в Испании прошла с огромным успехом. Кшиштоф Занусе сам присутствовал на мероприятии в Мадриде. Несмотря на свои 80 лет, успешный и всемирно известный режиссер не отказывается от своего стремления привнести действительно трансцендентные темы в мир кино. Эта выставка открывает жемчужины современного искусства, хранящиеся в музеях Ватикана. Обычно только специалисты имеют доступ к этой коллекции картины-гравюр. Художники, создавшие эти произведения, запечатлели свои идеи в матрице. Матрица может быть из дерева, металла или камня. Они проработали все мельчайшие детали, потому что изображение и графика требуют много техники, терпения и последовательности. После долгого процесса создания самого произведения, последним шагом является печать работы на листе бумаги, поэтому каждая работа уникальна. На выставке представлено 150 гравюр разных художников, таких как Сальвадор Дали, Макс Герман и Джакомо Массу. Искушенный зритель будет рад видеть репродукции таких скульптур, как «Воскресенье», «Переклейфацини». Предметы этой коллекции имеют очень разное происхождение, то есть ее собирал неколлекционер. Это результат того, что художники пожертвовали своей работой Павлу VI, который пригласил их быть ближе к церкви. Таким образом, разные работы присоединились к коллекции в разное время. Выставка «Знаки священного в отпечатках реального» представляет часть коллекции современного искусства из музеев Ватикана. Она открыта для посетителей до 29 февраля 2020 года. Смотрите в следующей программе. Мы узнаем, в каких странах мира христиан преследуют больше всего. Все это гораздо больше в Ромрепортс для России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова